Товарищ следователь Бурденко, на вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер 2400, выданную Никите Балмашову Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняло как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов, защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эбертоноске, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станицы Иван-Святой Кубанской области. Итак, велась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили изверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер 2400 на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь, на подобную эту липу про неизвестный госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены мы все трое, а именно боец Головицын, Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Язин, видя горькую нашу эту стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи в местечко Козин. На доктора Язина даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно боец Головицын, Кустов и я, первоначально поступали на излечение. Из первых слов он заявил нам слишком грубо. «Вы, мол, бойцы, искупайтесь, каждый сейчас в ванной. Ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы. Они пойдут у меня обязательно в цехгаусс». И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции. А также поинтересовался узнать об цехгаусси, действительно ли там при вещах находится партийный боец, или же напротив один из беспартийной массы. И тут доктор Явин, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами и махая калеченными руками, и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно товарищ Головицын, Кустов и я. Мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого не достает руки, тот опирается на товарища во плечо. Согласно отданного приказания, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя туда. Мы увидели в палате красноармейцев исключительно пехоту, сиящих на устланных постелях и играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились, как громом пораженные. «Отвоевались, ребята?» — восклицаю я гневно раненым. «Отвоевались», — отвечают мне раненые, и дальше двигают фигурками, поделанными из хлеба. «Рано, — говорю я раненым, — рано вы отвоевались. Вы, пехота, когда враг на мягких лапках ходит в пятнадцати верстах от местечка, сидите здесь. И когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, играете в фигурки. Что это одна ужас, на горизонте полно туч». Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана. И заместо всего разговор получился у нас, что сестры милосердия подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия. Как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим бойца Кустова, нельзя сказать как. И тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натуру, сиделки маленько поутихли. Но только поутихли они на самое малое время. А потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и снова стали поцелать охотников, повытаскивать из-под нас и в подсонных нашу одежду. Или заставляли для культ работы играть театральную роль в женском платье, что нам не подобает. Не однажды примерялись они к нам ради одежи с сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывший, и в отхожие даже по малой нужде ходили в полной форме с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем мы стали заговариваться, получили видение и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими слабосильными старушками с Кубани. И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдала три красных конника, а именно товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавшие нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какао, а молока в этом какаве хоть залейся. От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, наша первая конная буденная армия. Но нет, говорю я, нет, раскудрявые товарищи, которые вы наели очень чудные пузо, что ночью играют, как на пулеметах. Не отвоевалась она, наша первая конная буденная армия, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару и в синих язвах гражданину Байдерману, председателю губернского революционного комитета, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и вовсе не существовала бы, то есть без того преду ревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Байдермана, но только зайдя к преду ревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в Тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, а стол его набит бумагами, что это не красота смотреть. Гражданин Байдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы отовсюду грозно поступают гражданину Байдерману за продовольствием, перебывку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокит. Также и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Байдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, а потом ласкал нам плечи, что уже не есть власть и в ней недостойно. Резолюции никаких не давал, а только заявлял, мол, товарищи бойцы, если вы жалеете и советскую власть, то оставьте это помещение немедленно, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какого, потеряли сознание. Итак, находясь без сознания, мы вышли на площадь, а перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии, мы нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явин при этом недопустимом факте делал фигуры и смеялся, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни. В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела. Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому.